Привет! Слушай, перед началом ролика хочется погрузить тебя в мою шкуру и мои мысли. Поверь, это нужно для того, чтобы ты испытал самые искренние эмоции от этого ролика. Прямо сейчас закрой глаза и не открывай, пока я не скажу. Все? Закрыл? Готов? Окей, поехали. Постарайся представить отчетливо прямо сейчас, что у тебя есть свободная сумма денег, например, 30 миллионов рублей, и тебе в моменте приходит идея купить машину в Арабских Эмиратах. Ну, предположим, лямов так за 15. Представь, что за кайф? Шара, кабрик. Еще и лично твои они арендованы, просто сказка. Но есть одно но. Ты просто турист, а значит, ты не можешь оформить машину на себя. Вдруг тебе пишет подруга из Дубая, так она еще и по совместительству резидент Арабских Эмиратов, прикинь? Ко всему прочему, ты еще и доверяешь ей, у вас хорошее отношение друг с другом, так еще она сама протягивает тебе руку помощи. И ты, естественно, без задних мыслей оформляешь свою тачку на подругу из Дубая. Ну все, братец, кайф, миссия выполнена, ты нашел выход из ситуации, тачка твоя, ты рад, что есть такие крутые люди, которые всегда приходят на помощь. Все, ты кайфанул с друзьями в Дубай и уезжаешь домой, держа в своей голове мысли о том, что в Дубае тебя всегда ждет твоя любимая машинка. Проходит время, пишешь подруге из Дубая, той самой, которая ее оформила на себя, и говоришь, скоро приеду, хочу покататься на машине, а она тебе в ответ, ой, а я машину твою почти продал одному человеку. Вот просто скажи мне, какие мысли тебя в этот момент будут посещать, что ты и скажешь на это. Я, например, учитывая то, что эта девушка, постарался бы, наверное, сразу не газовать на нее и просто попросил бы ее по-хорошему отдать машину. Ну тиши, братец, ладно, сильно не бесись, открывай глаза. Я тебе хочу сказать, ведь если ты уже сейчас разозлился, то я даже боюсь сказать тебе о том, что она еще и деньги твои дернула, которые ты ей переводил, забил. Ты уже, наверное, забыл дачу за вилл, ей, наверное, даже не понимаешь, о чем я сейчас говорю. Мимо того, что ты оформил на нее свою тачку, она еще и твоим менеджером была по недвижимости в Дубае. И деньги, которые ты ей переводил для оплаты своей виллы, она тоже взяла на свой карман, прикинь? Мы начинаем. Воскресенье, день чудесный. У меня с п***ли тачку. Ммм, нравится это. Ммм, вкуснятина, с***ка. Дорогие друзья, всем здрасте, вы на канале Литвин. На канале Литвин. Как я так могу вообще сказать? Вы на канале, короче, у меня, у Миши Литвина. И я, короче, подумал, какая бы, наверное, ситуация бы не произошла в целом у меня в жизни. Потеря телефона, я не знаю, денег нахуй. Или там перелом пальца. Или же там с***. Или у меня вдруг машина, боже упаси, что мы в 90-х. Какая машина может с***ться? Типа, ну, ты что, разве такое возможно, брат? Короче, какая бы ситуация не произошла, я думаю, лучше навеселе, да, все делать. Никого не осуждая, с кайфом просто. Вы знаешь, расслабиться и наблюдать. Эту жизнь, брат, надо смоктать. Что бы у тебя ни происходило, про*** папки. Про*** я не знаю, вообще все в своей жизни. Пу***, сиди на вокзале, брат, кайфуй, загорай. Вон и в рот сегодня солнце. И п***, потому что минус 5. Короче, дорогие друзья, сегодня будет очень интересный выпуск. Он будет отличаться от моих многих выпусков, да, челленджей. От того, к чему мы привыкли, где буря эмоций. Хотя нет, сегодня будет на самом деле буря эмоций. Потому что сегодня будет расследование от Михаила Литвина. И я хочу с уверенностью подтвердить. Ну ладно, давай не с уверенностью, потому что я еще не уверен на 100%. Но давай 95%, что, короче, у меня спи***нули мою машину. BMW M4 Competition синего цвета, которую я купил в Дубае. И сделала эта девчонка, хуй, которая на три головы ниже меня, брат. Просто меня, вот знаешь, вот просто вот в хуй не поставили. И просто вот так, хуй, пи***н, молной, еб***н. И вы знаете, на самом деле можно много теорий выдвигать. Почему я такой, что у меня девчонка спи***нула тачку, брат. А еще, что самое интересное, в Арабских Эмиратах. В одной из самых безопасных стран вообще в мире. Вот, а еще более тебе скажу, с законным путем. Ну типа, неужели я такой лэхус еб***н? Вот и в этом выпуске мы и будем разбираться, как так вышло. Постараемся без воды, чтобы вы вообще не сбились с линии, самое главное. Чтобы вы были в максимальном фокусе, максимально четко. И чтобы вы понимали все от А до Я. И, наверное, первое, что стоит сделать, это пробежаться по всей линии. От самого начала до самого конца. От того момента, как мы с ней познакомились. И до момента, как она забрала, короче, ну, м***ю мою тачку под свою опеку. Короче, нас с ней примерно два года назад познакомил очень мой близкий человек, которого на сегодняшний день нету с нами. Короче, два года назад тогда произошло наше первое знакомство. Эта девочка была в роли человека, который должен нам был по бартеру договориться по отелям. Для тех, кто не знает, по бартеру значит за рекламу. То есть я прилетаю в Дубай. И вместо того, чтобы оплатить деньги за свое проживание в отеле, я рекомендую в своих соцсетях тот отель, в котором отдыхаю. При этом деньги свои не плачу. В общем, взаимовыгодное сотрудничество. Так вот, Элина была именно тем человеком, которая тогда договаривалась с отелем на такие условия. И именно с того момента начался старт нашей дружбы. И она нам намутила отель, короче, пятизвездочный по бартеру на Пальме. Мы думаем, нихуя девчонка, понял? Типа шарит, б***ю. Нихуя себе просто приехать в отель в Дубае. А в Дубае, извините меня, на каждый отель от одной звезды до пяти звезд полный спрос. Там, нахуя, никакие рекламы на самом деле не нужны. Понял какая тема? И она все-таки намутила нам отель этот по бартеру. Все, мы отдыхаем, отдыхаем, отдыхаем. И к концу отдыха до меня доходит информация, что она сама этот отель закрыла, потому что хотела со мной познакомиться, понял? По итогу, к концу нашего отдыха выяснилось, что никакого бартера и не было. Но и деньги за отель мы не платили. Оказалось, что Элина настолько захотела подружиться с нами, что сама решила заплатить за отель из своего же кармана. Я ей тогда говорю, смотри, Элин, важный момент есть. От души, конечно, все приятно, но бабки мы тебе отдадим за отель, за все. Ну, то есть она договорилась по итогу не по бартеру, а просто решила как бы показать себя вот с такой стороны, да, вот как бы гостеприимство такое по-богатому оформить. И вот оплатила нам пятизвездочный отель, извини меня, на человек шесть, по-моему, семь. Сколько примерно? Ну, около полумиллиона. Ну, как бы тогда никакого звоночка не было, мы подумали, ну, пи***, ну, нефиг, тем уж заряженная девчонка там, да, она риэлтор еще, типа, там, по недвижимости, понял, там, общается. Вот, но тем не менее, как бы мы объяснили то, что Элина, вообще, ну, мы не из этой области, что можем за счет девчонки потусить в Дубае и съебаться даже ради знакомства, да, даже ради дальнейших каких-то коллабораций. Ну, ты, типа, себе балл в копилочку заработала этим действием, но денежку мы ей вернули, короче. Все, это было наше первое знакомство. Мы вернулись в Москву и в течение полугода наводили суету и делали свою работу, но в моменте у нас закончилась солярка, и нам нужен был снова отдых, и выбор наш снова палок на Дубай. И как вы думаете, кому первым делом я обратился за помощью по отелям? Элиныч, привет, как дела, как здоровье? Слушай, вопрос такой быстренький. Мы на днях с ребятами приезжаем в Дубай, короче, и вот хотел узнать, возможно ли как-то через тебя забронировать отель какой-нибудь, может, даже посоветуешь что-нибудь, где сейчас можно остановиться. Какое-нибудь прикольное место, короче. Спасибо. Элина бронирует, и у нас как бы все хорошо, мы начинаем наш отдых. И, кстати, в тот момент, это примерно 9 месяцев назад, это когда начался старт всех VPN-ов, когда в Инстаграме нельзя было посидеть без него. И если вы вспомните, 9 месяцев назад, как раз-таки в тот период, когда мы были в Дубае, доллар, короче, ну просто нахуй полетел до космоса на ракете, хватило на маска. И я в тот момент сижу и думаю, у меня столько налика, понял, в сейфе лежит, и надо что-то делать с этим, потому что если сейчас там, не дай бог, какая-то инфляция произойдет, ну и понял, я человек вообще не разбирающийся, я не могу сказать, что это была паника, и я, короче, в тот момент просто говорю, Элин, можешь мне какую-то недвижимость в Дубае взять, потому что у меня сейчас рубли там в Москве лежат, типа мне надо что-то с ними делать как-то, я не знаю, выкручиваться из ситуации, там сейчас денег хустро пропадет. И все, и мы с ней пришли к тому, что какую-нибудь недвигу взять в Дубае. Дорогие друзья, это послание в будущее. Скорее всего, я надеюсь, это все реализуется, мы сейчас едим с Элиной, мы с ней уже как год знакомы, да, мы знакомы как год, мы наконец-то встретились, и скорее всего сегодня берем милу, ну как бы сегодня оформляем, там, заказ туда-сюда, короче, когда-то надо будет в скором времени внести первую предоплату, мы посчитали 216 миллионов, там просто такой сок, 400 с лишним квадратных метров, там ферма у шейха, и я, пиздец, счастлив. Да, ребята, тогда я действительно был счастлив, просто представьте, Литвин покупает виллу в Дубае за 200 лямов. Я просто, ну, даже тянуть не буду, короче, и мы пришли с ней к тому, что я через нее покупаю недвижимость в Дубае. Ну, то есть, я тогда внес только первый платеж, по сей день я должен вносить, как бы, платежи за эту виллу, она у меня в Дубае, и все четко, короче, я ее, там, к 24 году должен забрать, уже она должна достроиться. Одну часть денег я направил в недвижимость, вторую часть денег, я думаю, ни п***и, вот у меня будет стоять вилла в Дубае, ну, типа, если вилла стоит, ну, нахуй мне ездить на всяких арендованных тачках по Дубаю, может быть, мне свою какую-нибудь аккураточку такую взять. Ну, и мы как раз-таки приходим к тому моменту, когда я выпустил видос про то, что я купил М4 в Дубае, кабрик полноприводный, ну, можно смотреть, реально на нее кататься и просто облизываться. Я как вспоминаю ее, знаешь, вот. Так, сейчас. Че тут там, че? Ну, сейчас я хочу попробовать. Вот, и я набрал знакомым пацанам, которые никаким образом не связаны с Элиной, вообще, типа, другие ребята, просто, понял. Ну, и вот как раз-таки через других ребят я привез машину через Америку, чтоб ты понимал, с Америки, до Дубая я ее привез, и что-то она мне вышла в районе 140 тысяч долларов. Внесу немного ясности. Так как я не являюсь резидентом Арабских Эмиратов, я попросту не имею возможности оформить машину на себя. Я думаю, все по ту сторону экрана понимают, на кого я решил зарегистрировать автомобиль. У меня было на тот момент немало доверенных людей в Дубае, но самого доверенного я считал Элину. Поэтому даже сомнений не было, что машину я запишу именно на нее. Так я и сделал. Более того, когда я улетал из Дубая домой, мне нужно было где-то припарковать машину, чтобы она стояла в безопасности, и никто ее не трогал, пока я снова не прилечу в Дубай. И как же вы думаете, кто снова пришел ко мне на помощь? Мне в сообщениях как бы, ну, просто, моя самая великая помощница дубайская говорит, Миша, тебе есть где машину поставить? Я говорю, Элин, ну мне вообще негде нахуй машину поставить. И она мне говорит то, что, как бы, можешь у меня поставить машину? У меня есть парковочное место, вообще все четко, бесплатно, понял? Или там за какую-то мелочь, бля, за что-то платить. Ну, короче, я понял, до конца не помню, но она сказала то, что можно у меня без проблем поставить тачку. Я думаю, ни хуй, я заебить. Все, мы с ней обговорили то, что когда я буду приезжать в Дубай, я буду брать тачку свою, кататься, отдохнул, уехал обратно. И на этом все. Я уезжаю в Россию. Ровно месяц на... Проходит около 8-9 месяцев, и мы, короче, захотели с кентами поехать посмотреть UFC. Тогда дрался Петя Ян, Ислам Махачев, мы хотели поболеть за наших ребят, но мы это и сделали, мы это реализовали, мы приехали на UFC, такую маленькую мечту исполнили. Но, что самое главное, я понимал то, что у меня есть моя тачка, зову всех своих друзей в Дубай, и говорю то, что мы сейчас прилетаем, садимся в М-очку, катим до Абудаби, приезжаем на UFC, кайфуем, уезжаем обратно в Дубай, еще катаемся на М-очке по Дубаю, и потом обратно домой, снова снимать для вас бомбовые выпуски. И вот, соответственно, с этим мотивом я настроил своих ребят приехать в Дубай и хорошо провести время. За три дня до того, как приехали в Дубай, а это было ровно месяц назад, я пишу Элине, Элина, через три дня буду в Дубае, хочу взять машину, покататься, все четко, ну, просто как бы решил уточнить у нее. Я ей пишу, Элин, есть вариант машину помыть, короче, чтобы она была чистая, все, чтобы мы сразу приехали, кайфовать поехали, естественно, за мойку все оплачу, все четко. Она говорит, Миш, сейчас, говорит, если сейчас получится ее там что-то забрать, потому что человек ее взял на тест, он ее хочет купить, уже чеки какие-то выписал, понял, вот так мне начинают отвечать. Элиныч, что, наверное, встретиться, поговорить вообще насчет дел, в целом, как дела узнать, и по поводу, по поводу тачки еще хотел, наверное, писать, я хотел бы на ней все-таки покататься там, вот, потому что мы в Абу-Даби на бои поедем с ребятами, вот, и вариант ее может как-нибудь к аэропорту может подогнать, я не знаю. Но я, наверное, не буду ее продавать, потому что я хочу ее, наверное, все-таки отвезти в этот, в Москву. Я такой, я смотрю на это сообщение, куда перечитаю, мою машину, типа, кто-то хочет купить, точнее, нет, уже выписал чеки, и без моего ведома, понял, она решила, да-да-да, она просто решила, брат, продать мою тачку, просто, ну, понял, без моего ведома, вот просто она вот берет мою машину, понял, кому-то отдает и берет за это бабки, но по ее словам, она никакие бабки не взяла, и никуда машина еще не продана, понял, к этому мы придем чуть позже, брат, я что-то, я вот так, я вот так, у меня в глазах как темнеть начало, нахуй, у меня, я понял, я говорю, помогите, вызовите мне скорую, нахуй, брат, у меня пульс до 250 скаканул, нахуй, я, короче, думаю, неужели, типа, как, я говорю, Элин, машину никуда не продаем, отдай обратно, я на ней продолжаю кататься, мне ее никуда не надо продавать, это моя тачка, я говорю, АО, она говорит, все, поняла, все, сейчас там звоню уже этому человеку, он ебать серьезный тип, шейх, который хотел купить, там понял, тачку, там понял, без пяти минут шейх, он все, еще и у незнакомого человека она стоит, непонятно где, я вообще не знаю, кто это, мне никто ничего не говорил, что этот человек хочет купить, ты мне вот только, когда я тебе написал по поводу нее, ты мне уже сказала по факту, что он там собирается ее купить, хотя все это время ты мне ничего не говорила, что он там хочет купить машину, я даже не знаю, он ездил, не ездил, но не куплю, чувак местный, без пяти секунд такой шейх, и поэтому я как-то вообще не задумываюсь, ничего, он не боюсь, что сейчас он возьмет машину и уедет куда-то, знаешь, у него там такой гараж, что вообще не об этом. Говорит, все, сейчас отдаст, ты приедешь, максимум там понял, один день подождешь, и на следующий день все отдадим, я говорю, базару нет. Короче, в этот момент у меня просто начинает меняться картина касаемо Элины, вот вы просто прокрутите в голове, что она начинает исполнять, ну то есть вы просто можете представить, что тайком от вас, вашу же машину, без вашего ведома, начинают продавать какому-то типу, каким бы серьезным этот тип не был, просто, блять, как можно исполнять такую дичь, блять. Проходит день, она говорит, что-то все, он мне не отвечает, а потом он ей отвечает, а потом снова не отвечает, а потом говорит то, что, там, я вам напишу, когда можно забрать машину, и меня просто, начинает морозить, и я в натуре понимаю, брат, то, что у меня стоит моя тачка, я приехал, короче, на ней гонять, я просто-напросто не могу забрать машину, а знаешь, что еще говорит, с самого начала она говорит, Миш, ну ты меня тоже за три дня по поводу машины предупредил, ну предупредил бы хотя бы, говорит, за месяц, я думаю, ни хрена себе, думаю, ну это просто песня, ебаный в рот, ладно, давай наберем сейчас, говорить, что мы собираемся приехать в Дубай не будем, но это расследование, которое начинается прямо сейчас, и я хочу докопаться реально до правды, что все-таки с моей тачкой, продана она или нет, давай наберем, короче, алло, Элина, да, привет, привет, так, давай вернемся к нашей теме, и по поводу, по поводу машины пообщаемся, скажи, пожалуйста, когда ты мне сможешь вернуть машину? Скажи, пожалуйста, ты продолжаешь смело или нет? Элин, подожди, подожди, пожалуйста, давай по машине, вот мой главный все-таки триггерный вопрос, это по моей машине, ты мне не можешь ее показать в течение месяца, на чистоту, давай пообщаемся? Давай. Где сейчас машина находится? Машина тут. Машина тут? Хорошо, почему ты мне ее не показываешь в течение месяца? Ну, просто, Миш, вот честно, просто смотри, я очень много работала над этим всем, и если ты виллу не оплачиваешь, получается, что все происходит, ну, то есть я работала не для чего, и получается, что ничего не остается у меня. хорошо, я понял, я оплачиваю виллу, когда машину покажешь? Ты оплачиваешь виллу, машина у тебя сразу же. Ну, подожди, ну, то есть ты меня манипулируешь, по сути, сейчас машиной, я правильно понимаю? Нет, даже я здесь что скажу, если ты мне говоришь, что нет, виллу не хочу, я даже могу организовать тебе лично возврат. Подожди, подожди, а если, хорошо, если я не хочу, я не хочу виллу, окей, машина остается у тебя, я правильно понимаю? Нет, 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 ты не хочешь виллу, машина возвращается тебе, мы виллу делаем возврат, и я тебе говорю, Миш, сколько ты оцениваешь, ну, хорошо, давай я в ответ скажу, сколько ты оцениваешь мои нервы, которые я потратил в течение месяца, чтобы выпытать у тебя, чтобы ты мне показала мою собственную машину, сколько ты мне сказала слов, которые вообще разошлись с правдой, ну, вообще, это 100% слов, которые разошлись с правдой и ни разу не подтвердились ничем, сколько ты оцениваешь примерно денег? А моя работа, Миша. И мы решим, когда я ее оплачу, я ее готов в любое время, деньги у меня на руках, я могу в любое время ее оплатить, не вопрос. Сейчас вопрос в другом. Я хочу забрать свою личную машину. Когда я могу это сделать? У меня есть ребята в Дубае, которые готовы приехать хоть сегодня, хоть завтра. Ты говорила, что в понедельник, да, можешь ее отдать? Сегодня какой день недели? Воскресенье. Получается, завтра мы можем забрать машину, я правильно понимаю? Хорошо. И по поводу, ну, то есть у нас дедлайн тоже на завтра. Но ты не даешь мне говорить полностью. У меня же тоже там вилла есть. Мои чеки лежат как гарантия. Послушай, пожалуйста, да при чем тут чеки? Ты мне машину просто покажи. Просто что она вот, она сейчас есть, и мы решим вопрос по вилле. Завтра вы решите вопрос с машиной? Да, хорошо. Хорошо. И что мне сказать ребятам по застройщикам? Они утром мне позвонят. Завтра утром? Да. Что я в любой момент готов произвести оплату? То есть смотри, смотри, сегодня воскресенье, давай просто подытожим, чтобы потом у нас не расходилось ничего. Сегодня воскресенье, завтра понедельник. Я ребятам сейчас говорю, что они завтра могут с тобой связываться, и завтра ты им покажешь машину. Хорошо. Хорошо, все. Завтра ты покажешь ее? Скажи, пожалуйста. Да, хорошо. Спасибо. Давай, все, на связи. Давай, пока. Тебе насколько верится в это? Мне вообще не верится сейчас на тебя. Брат, ну ты вообще... Нет, смотри, тут самая фишка, что на протяжении месяца брата на меня вот так понял с темы на тему, ебать как метает. Вот то есть с тачки на виллу. Короче, ребят, смотрите, вероятнее всего вы не поняли, в чем заключается претензия Элины в мою сторону касаемо виллы, касаемо ее работы, во сколько я оцениваю ее работу. Так вот, я вам хочу сказать, абсолютно сейчас не заморачивайтесь, очень много дичи с ее стороны идет, и даже когда я порой ее слушал, блядь, мне было очень тяжело разобраться, какого хрена она метается с темы на тему. Из-за этого очень тяжело как-то грамотно скомпоновать, чтобы вы были в максимальном фокусе. Просто держите во внимании то, что она у меня дернула тачку, и сумму в размере 35 900 долларов. Что это за сумма? Объясняю. Это сумма, которую я вносил за виллу, так как Элина была посредником между мной и виллой, а я, будучи живя в Москве, делал перевод на Элину, а она уже должна была оплатить за виллу. Но я со своей стороны глубоко сомневаюсь, что эти деньги уходили дальше Элиной. Короче, братик, мы сейчас выезжаем в Дубай, либо в Дубан, я не понимаю пока. Пока еще точно не понял. Но смотри, я почти уверен, что этой машины нет. Хоть она и говорит, что она завтра пацанам покажет, аккуратно заселяемся, не определяемся, что мы в Дубай, встречаемся с человеком, который все это время хотел забрать тачку из порта. И все, а дальше уже как карта ляжет. Но я уверен, мы докопаемся до правды, брат. Ну, типа, мы в любом случае с ней там пересечемся и пообщаемся, и она по-любому... Как бы, ну, блядь, у нее не будет вариантов не сказать нам правду. Субтитры сделал DimaTorzok Элина, скинь что-то вообще, переписку. Вот ты говорила, чек тот человек выписывал, да, которому ты машину якобы продавала. Пускай чек покажет, трек-номер покажи. Как вы отслеживаете машину, да, что она типа подплывает, вообще с кем вы связь держите. Покажи мне, пожалуйста, эти данные. Потому что пока что все, что ты говоришь, вот ничего не сбывается от слова совсем, вот просто ничего. Вот как ты мне сначала самого говорила, да, окей, будем это ссылать на какие-то обстоятельства случайные, да, что это, ну, вот так произошло, хорошо, давай так сделаем, да. Но вот хоть что-то пускай, хоть что-то будет правдой в твоих словах, хоть что-то вот исполнится. Потому что ни по виле ничего нет, информации никакой, ни от них, ни от тебя. Просто ты говоришь, что напишут, напишут, как бы, и ничего не написали. Это настолько все странно. Просто когда у человека есть все завершенные дела касаемо, да, ну, вот мы с вами начали по виле работать, какие-то чеки, что-то еще там, да, ты же вносила оплату, учитывая, как ты мне делала оперативные или отели там и так далее, то я думаю, ты бы мне за неделю, да, хоть раз бы, ну, как бы, что-то, какую-то хотя бы информацию помимо сообщений вот этих присылала. Какие-то факты вообще. Хотя бы, не знаю, намонтировала бы, я не знаю, чтоб я поверил. Короче, я написал Ами. Ама это доверенный пацанчик. Вот он мне все это время помогает по машине, да, вот он как раз-таки и заряжен отправить своего кента, который сейчас в Дубае. Сам Ама не в Дубае, вот он заряжен отправить своего кента туда, в порт, чтоб он забрал машину. Я сейчас Ами написал то, что Элина дала добро, а Элина же вчера дала добро, что сегодня она отдает тачку. Завтра ты покажешь ее, скажи, пожалуйста. Да, хорошо. Сегодня же у нас понедельник, у меня же не ебутся глаза, да? Полдвенадцатого. И Ама ей написал, короче, сейчас. Она сказала то, что сейчас на встрече выйду, отпишусь по времени, когда отдаст машину, понял? Это вот она сейчас написала Аме. Да, я понял. Ну, туда никто не поедет, я уверен, блядь, это Алова, типа, я... Даже сомнений нету. Сколько бы она ни говорила, что машина в порту, хуй ты там делать в этом контейнере, блядь, за это деньги платить, наверное, надо, да? Чтобы она там вообще стояла, блядь, все это время. Ну, она же сказала, что у нее вчера. Что, машина у нее? У нее? Вчера, да. Не в контейнере? Мне показалось, что по разговору слышал, что машина у меня. Где сейчас машина находится? Машина тут. Машина тут? Нет, нет, ты что, отправишь, нет. Ну, может быть, я ошибаюсь, но нет. По рту брата не сказал. Да машина, еб твою, у араба такого, там сейчас прям 200 на ней, иди на где-нибудь по пескам. Куда едем? Мы едем в Аль-Бараре, это шейховская деревня, короче. Собственно, где у меня и внесен депозит за мою виллу, которая должна построиться в 2024 году. Узнаем все нюансы, вообще чешет меня Элина или нет. А я тем временем напоминаю, что Элина, естественно, не знает, что я здесь. Потому что если она будет знать, что я здесь, она успеет какие-то махинации сделать, ну, помешать моему расследованию, понимаешь, какая х**а? Ну да. А нам это нельзя допустить. Это будет фатальная ошибка. Так, ребят, мы, короче, приехали в отдел продаж. Мы сейчас узнаем, сколько денег внесено. Вносилась ли та сумма, которую я лично отправлял Элине? Потому что, по ее словам, в одно время застройщикам по вилле очень нужна была определенная сумма. Это 39 тысяч долларов. Я ее напрямую Элине отправил, понял? Через Россию в Дубай прям отправил Элине. Брат, я как прикурю сейчас, если эта сумма не вносилась? Блядь, ну ладно, я прикурю, понятно, но почему-то у меня больше как раз-таки подозрений на то, что она и не вносилась на. Здравствуйте. Я хотел чуть-чуть информацию у вас узнать по поводу виллы. У меня здесь вилла, депозит внесен за нее, которая должна сдастся в 24-м. Так, да, я купил, купил. Когда это было? Это один год назад. Один год назад. Какой проект? Один секунд. Таунхаусы? Иксора. Иксора, да. Там у вас информация про меня, я имею паспорт, да. И я хочу проверить, и сколько денег я нужно платить. Дата для каждой оплаты мне нужна. И сколько уже вносилось денег? Можно? Просто почему задаю вопрос такой? Потому что тут есть человек, с которым я покупал квартиру. Это мой менеджер в Дубае. Раньше была девочка. Вот, ее зовут Элина. Я просто отправлял напрямую деньги, и по ее словам она оплачивала здесь. Мне нужно знать, сколько было оплачено денег на самом деле. Спасибо. Виллу они уже нашли. Номер дома не буду говорить, но они уже мне продиктовали мой номер дома. Поэтому я думаю, сейчас всю информацию вообще не составит проблем. Мне дать. Моя подруга говорит, что... Вам будет вернуть эти деньги, потому что... Мы сделали канцеляшин. У нас не было оплаты за дом. Так. И потому, что у нас не было оплаты, мы окончили договор. А, вот это как он. Как дела? Виллу, да, когда был вместе с ней. Произвел первый платеж. Потом нужно было произвести следующий платеж. Но я-то уже был в России. Чтобы его произвести, как бы, да, у меня было на тот момент доверенное лицо. Я в самом начале сказал то, что... Я пиздец как доверял Элине, да, на тот момент. И она сказала, Миша, у тебя есть сейчас оплатить виллу? Я говорю, сейчас нет, к сожалению. Она говорит, хочешь, я оплачу, типа. Я говорю, давай, я тебе максимально быстро постараюсь отдать. И в течение двух месяцев я отдал ей эту сумму. Сегодня мы получаем очевидный ответ от самого застройщика, где нам говорят, Арпине сказали, Арпине у нас в совершенстве, блядь, на английском говорите. Мы получили только 2 миллиона 690 тысяч дирхам. Только данную сумму. Мы ничего другого не получали. Это было в марте. После этого мы ничего больше не получали. Арпина, я правильно понимаю, да, что она ни ху... хватила. Она ничего не платила. Нету никакой информации касаемо того, что она со своего депозит вилла Somewhere Anna, мы кроме 269, который мнеuana 17 марта, платила, никаких туркир денег не видели. Когда с Алиной общались, она говорила, что у меня нет информации от клиента. И когда мы говорили, передайте, передайте. Она сказала, что она просто передает. И в последнюю неделю, когда она вышла на связь, она сказала, что у меня нет никакой информации касаемо оплаты клиентов. У меня есть переписка, где это она получила, где ее люди пишут, что поучили. То есть, когда я даже не давала деньги, у меня есть эти скрины. Эллина, мне вот Сергей написал, чтобы звонить грач с какого-то такого-то номера, позвонил он абсолютно с другого номера. Мне как с тобой созвониться? Он сказал, что Арама, назвал моим имя Анна вместо Аркене. Ну вот, это нормально? Подтверди мне, пожалуйста. Мало ли бы мы там что-то не поняли, потому что я сразу понял, когда они начали говорить, что никаких денег не вносились, только первоначальный платеж. И они это Аркене подтвердили, что первоначальный платеж, который я вносил, это единственный платеж за все время. И виллу они давно мне аннулировали. У нас не было оплаты за дом. Так. И потому что у нас не было оплаты, мы окончили договор. А Эллина мне говорила, что все нормально, и тот платеж, который она якобы внесла, он как раз-таки продлил срок того, чтобы ты дальше спокойно жил, и потом начал вносить сумму. Они хотят полную оплату. Но я чисто могу вмешаться и сказать, ребят, смотрите, мы вот столько сделали, еще пару дней столько сделаем, еще пару дней столько, пока все доделаем. Чтоб видели, что мы реально заинтересованы, чтобы сохранить. Я утром должна поехать. Меня эта тема на самом деле вообще не кусает, то, что я там получу, не получу, вообще не в этом дело. Да и ни охуя тут не кусает, тут для просто ржачных. Давайте просто я опять же будем смоктать дальше. Да, Брайс. Она мне сейчас пишет, пишет Сереге, там человеку моему, сталкивать еще, что с ребенком. Да, я вахуй, просто. Короче, она вот сейчас, буквально, минуту назад Серега мне отправила, она сказала, в течение часа полутора скажет, куда туда подъехать. Ну, я сомневаюсь, что здесь у меня получится. Короче, что думаешь, час стоит ждать, не надо ей набирать сейчас и говорить, чтобы она там... Давай, давай, подождем, давай, подождем. Мы сейчас ее с двух сторон, короче, я ей пишу, он ей пишет, короче, мы ее поджимаем. Так, хорошо, давай тогда, что, брат? Нет, мне Серега звонит, подождите. Давай, 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 давай. Сейчас он сейчас скажет. Брат, ну ты пойми, даже в этом случае нельзя терять, понял, веру в хороших людей. Какие бы педасы тебе на пути не попадались, током тебя улыбало, гроза бывает, въёпывает в человека раз десять подряд, и он выживает. Вот он просто как проводник, понял, осуществляется, да, и ток куда-то в другое место уходит. Вот так же лучше эту ситуацию пропустить, понял, поржать с этой хуйни и просто идти дальше. Если на этом останавливаться, заморачиваться, как-то, бля, грузить себя всем этим, ну, тогда нахуй развития не будет, и ты, блядь, своими нервами здоровье себе посадишь. Ну, оно надо. Оно надо. Поэтому, братик, вайп и чил. Как это двинуть? Вот и все, нахуй, тут все просто, реально. Скинули сообщение, да, я просто предугадаю. Она говорит в них то, что, бля, сегодня не получится встретиться. Вот я тебе говорю, она, хуй, говорит, сегодня не получится встретиться. Ну, вот просто на будущее сразу. Я просто одна не хочу поехать. Я с адвокатом поеду, чтобы там бумагу ребята тоже подписали, что завтра никто ко мне не придет и не скажет, где наша машина. Хочу, чтобы мы все вместе поехали. Поэтому и сейчас все организовываю, договариваюсь со всеми, договариваюсь, что поехала, забрала, встретила с Сергеем, и все сделали. Показала, переоформила и все сделали. Поэтому я Сергею сказала, что через час точно скажу, во сколько и где. Ладно, хули, поехали. Ждем, короче, час. Она сказала подождать час, дальше начнем действовать. Ну, уже плотненько, понял? Уже так, знаешь, вабанк пойдем, вообще по хуй. На Спорт Плюсе. Или на Спорте, или на Спорт Плюсе. Ну, конечно. Алло, да. Отзвонились с полицией, сказали, что машина на учете стоит в Дубае, никуда она на экспорт не уезжала. Это, скорее всего, говорит о том, что она в порт не выезжала, потому что, чтобы уехать в порт, должна быть какая-то экспортная документация. Но есть какая-то определенная доля вероятности, что она в порту. Соответственно, чтобы сверить, были ли регистрационные действия, нам нужно узнать предыдущий госзнак. У тебя есть фотография машины? Есть, есть, есть. Я тебе, брат, прямо сейчас скрин скидываю. Давай, ты сейчас перешлю, и отзвонишь тебе, как мне отведу. Хорошо, хорошо, давай. Охуй, блядь. Отзвонился Амыч, я сказал то, что машина вообще с учета не снималась, типа. А, нет, не с учета не снималась, а не производился какой-то экспорт машины в какой-то другой город. Понял, какая? Да, да. И, вероятнее всего, она ее на этих номерах прям сбагрила. Тут, в Дубае, заморачиваться хули. Ну, пока такие подозрения лично у меня. А мне кажется, еще не сбагрила. Не успела. Отчего? Ну, посмотрим сейчас. Алло, алло. Ну, она может быть в порту? Ну, и чисто теоретически, юридически ее загнать туда, можно сказать, невеально. Понимаешь? То есть, она не должна там быть в априори. Это раз. А уж в вторых, там за каждый день стоянки в сумасшедшие цены. То есть, за стоянку чисто там лачут, большие деньги. Смысл ее туда загонять и платить, ну, ежедневно, там, какие-то деньги за стоянку, никакого логического смысла нет. Блядь, я тоже не понимаю. Давай сейчас подожжим, посмотрим, что она скажет. Варианты, то, что, может, здесь не что-то случилось, разбили ее, не разбили. То есть, вот такое могущее может быть. Ага, то есть, могли въебать, да, жестко тачку? Ну, грубо говоря, поэтому оттягивается. Один из верхов, одна из верхов. Да, машина никуда не переформлялась, она на тех же номерах осталась. И есть вероятность, либо они ее въебали и оттягивают время, чинят, я не знаю, что. Либо других вариантов пока нет. Ну, да, я тоже думаю, что ДТП, надо как-то по минуту смотреть. Ну, давай, ладно, дальше ждем. Сейчас я ее набираю. Да, слышно? Да, я говорю, смысла нету, я говорю, переоформлять на Сергея машину. Снять и просто ни на какую не пишать. Она просто ни на ком не будет и все. А ты просто с Сергеем сегодня встреться и наберите мне по связи. Поедете. Хорошо. Во сколько вы сегодня можете увидеться? Вы можете договориться пока о встрече, пожалуйста, я очень прошу вас. Да, я сейчас этим занимаюсь, Мишчан. Вот как ты хочешь, чтобы все закончилось, я тоже очень хочу. Это вот прям тебе надо дальше жить и мне надо все делать дальше. Хорошо. Алло, алло. Алло. Да, Сергей. Алло. Да, да, да. Да, я приветствую. Да, приветствую. Я же правильно понимаю, Серега, ты сегодня сможешь встретиться с ней? Ну, если она назначит встречу, то, конечно. Все, супер. Просто, вот, ты знаешь, да, что я в Дубае? Да, 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 я понял. Вот, вот. И тут я под шумок, нахуй, хуяк. Вдруг откуда не возьмись. Я понял. Мы по плану должны были созвониться с ней по видео сразу и с тобой. И можешь мне, пожалуйста, скинуть свой паспорт, чтобы я ей в сообщении ответил, что я тебе доверяю и претензий у меня к ней не будет, когда она отдаст тебе машину. Ей это важно, она сказала. Да, без проблем. Без проблем. Давай, сейчас скину. Все, от души, Серег, давай. Ну, что ты сейчас думаешь? Заберем мы тачку? Хэппи-эн все-таки здесь будет или нет? Какое хэппи-эн? Да не, ну какая, ну бля, хорошо там, блядь, она с 35 тысячами подх**ла меня, но все равно, блядь, хотя бы что-то мы дозаберем. Не, подожди, так мы 35 тоже должны забрать. 35 мы заберем, но если у него нет, то мне же ее в туалет головой не опускать. Страшная тема какая-то, на самом деле. Я пока не понимаю, что происходит до конца. Согласен. Слушай, ну она встретится готова со мной? Сегодня. Ты че как? Да, вот сейчас я, говорит, типа, там ты еду туда-то, туда-то, там, 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 это, в этом мол умирается. Я говорю, мне туда ехать примерно 45 минут, она говорит, ну окей, езай. Давай, хорошо, я тоже приеду, я на машине, ну, я не знаю, сколько мне ехать, ну, от Дубай-мола, я в Дубай-моле сейчас. Только лучше тебе с ней первому встретиться, и я там через минуты-две там подойду. Без проблем, без проблем. Че, я тогда поехал туда? Давай, все, давай. Так че, получается, мы сейчас с Элиной увидимся, нахуй? Да. Еб... Мы почти пересчемся, она все-таки согласилась, видишь, я думаю, она отдаст тачку. Просто есть вариант, что они как-то ее починили, но мы это увидим, блядь, если они ее чинили, как бы, с другой стороны, если они ее починили, и там новые детали, то вообще в целом, в целом, не поймать, потому что охранник справа, вообще, ну, не очень положительно смотрит. Камеру вырубай нахуй. Блядь. Ну и все, вот так, да? Хорошо, могу, могу вот так сделать. Бля, ну просто, чтобы огни, огней не видела, понял? Чтобы ее прям еб... как жестко, это не испугало. Короче, ребятушки, мы сейчас приехали до какого-то заведения, потому что Элина назначила встречу Сереге. Серега, друг Амы. Ама, который мне помогает на протяжении месяца. Короче, Элина согласилась навстречу. Мы предполагаем, что она все-таки может отдать машину, но она до сих пор не знает, что я здесь. И Серега сейчас должен мне с ней вместе набрать, она это знает по видеосвязи. И я вдруг каким-то чудом окажусь около ресторана. бля, земля же круглая, брат, ну вот так случилось, что поделать. Знаешь, земля круглая, не, земля круглая. Как поймаю? Сырая в рот, да, сразу. Не знаешь, что тебе? Нет. Ну, тогда не надо. Али, с Элиной встретились и обсуждаем момент, она вопроса задает, то есть, как правильно там машину нужно у нее забрать, какие документы и какие порта нужны для оформления. Да, нужно сейчас понимание от вас по поводу второго документа. Я, по-моему, услышал, услышал. Я говорю, тут такая счастливая случайность выдалась, то, что я в Дубае вот сейчас, поэтому я могу подойти и мы все вместе решим эти моменты сейчас. Да, я могу локацию сказать, где мы сейчас находимся. А, скиньте локацию. Ну что, ребята, сейчас мы увидим с Элиной, сейчас мы поговорим наконец-то на чистоту, выведем ее на чистую воду. Да, Элина, привет. Привет. Смотри, Элина, я буду без наездов, попробую конструктивно с тобой провести диалог. Во-первых, можешь мне четко сказать, что с машиной? Машина нет, в хорошем состоянии, меньше чем 3500 километров, как я оставляю тут. Где она еще находится? На порту. Что за пор? На порту, где отправили в Амар и потом на порту. Чисто теоретически, юридически, ее заграли туда, можно сказать, не я. Понимаешь? То есть, она не должна там быть в априори. Мы завтра ее сможем забрать? Да. Ну, сто процентов, да? Я понял, с чем связано, что такой период долги мы ожидали? С тем, что с марта месяца мы с тобой работали, у нас была недвижимость, что ты через меня покупал, оплата должна была быть в мае, непроизводственная оплата, виллу держали, все люди, ну, дали дедлайны, и я работала над этим, писала и... Когда с Алиной общались, она говорила, что у меня нет информации от клиента, и когда мы говорили, передайте, передайте, она сказала, что она просто передает, и в последнюю неделю, когда она вышла на связь, она сказала, что у меня нет никакой информации касаемо оплаты клиентов. В итоге, что с виллой? Ты же сам сегодня оплатил, откуда ты это знаешь? Тебя оттуда набрали, правильно? Короче, я узнал девушку, которая нам продавала эту виллу, она сейчас стоит прямо передо мной, и она разговаривает по телефону, у меня есть подозрение, что она разговаривает с Элиной. Ты же мне говорила, что ты вносил этот платеж? Да. Ну зачем ты мне это говорил? Ну, потому что есть все. У нас не было оплаты за дом. Так. И потому что у нас не было оплаты, мы окончили договор. А? Есть все, ты сегодня подписал к нас. Да-да-да, я возврат подписал, все правильно. Все правильно, ты мне все это время говорила, что ты вносила оплату, которую мы тебе отправляли, но ее не было. Было? Как не было? Я приехал туда, и мне, я узнал ту девушку, которая нам продавала тебе и мне виллу. Ты же тоже это добрала, я ее узнал. И она мне явно сказала четко, то, что единственная оплата, которая была произведена, это при вашем присутствии, при моем... Ты поговорил с брендом? А? Ты поговорил с аккаунтингом? С какой аккаунтингом? С брендом. Они посмотрели все платежи, которые могли быть. Возможно, они залезли в компьютер и посмотрели всю информацию. Никакого платежа больше не было. Как не было? Ну как? Ну они мне показали всю внесенную сумму. Я пошла и внесла полностью все. Она ничего не платила. Нету никакой информации касаемо того, что она со своего депозита виллы перенесла на это. Но они говорят, мы кроме 269, который миграил 17 марта, оплатил никаких других денег не видели. Я думаю, может, я что-то не понимаю на ломаном своем английском. Я набрал арпене и сказал, переговори на английском. Она очень хорошо разговаривает по-английски. И она переговорила с ними. Ей четко дали понять. Выписали сумму, которая была внесена и сказали четко, что была внесена сумма, которая в самом начале была внесена. Только она. И все. Больше никакой. Мы получили только 2 миллиона 690 тысяч дирхам. Только данную сумму. Мы ничего другого не получали. Это было в марте. После этого мы ничего больше не получали. Кому ты вносила эти деньги? В аккаунтинг. Что это такое? В бухгалтерию. То есть они ошиблись? Тогда будет два чеха на воздушке. Ну, они ошиблись, правильно? Может быть, они ошиблись, потому что у тебя будет два чеха на воздушке. Я перечитал весь диалог наш, переслушал его, его ровно на 58 минут там. Все, что ты мне говорила, постоянно все расходилось. Сначала машина была у его дома. Он тебе сам сказал, да, этот человек. Потом вдруг так оказалось, что машина уже ехала в Оман куда-то. Ты не предупредив меня, берешь это и делаешь. Ссылаясь на то, что у нас же с тобой был разговор по поводу продажи машины. Ну, у нас с тобой был разговор. Но последний разговор у нас с тобой закончился на том, что я тебе сказал, что машину мы никуда не продаем, я ее привезу в Москву. Ну, я, наверное, не буду ее продавать, потому что я хочу ее, наверное, все-таки отвезти в этот... в Москву. Но при этом ты все равно взяла на себя инициативу и решила продать эту машину. Если бы ты ее продала, ну, как бы я бы, возможно, ничего бы и не сказал. Ну, возможно, не было бы вообще никакого не выпуска, я бы ничего не снимал, и у нас бы не было, скорее всего, конфликта. Просто бы я подумал, что твои действия очень странные, потому что в целом ты не имеешь права, даже если эта машина записана на тебя, я не помню, или на твою сестру. На кого машина записана? На тебя. И ты постоянно придумывала разные истории, а по факту, получается, ты якобы держала какой-то гарант, при этом со мной держа хорошие отношения, при этом там вообще мне не говоря ни о чем, что там ты вот мне не отдавал столько времени, поэтому я держу твою машину. Ты придумывала какие-то отмазки? Ну, как бы я тоже человек, сижу и думаю, блин, я 9 месяцев работаю. Просто так, без ничего. В итоге я потеряла хорошие отношения с застройщиком. Короче, я узнал девушку, которая нам продавала эту виллу, она сейчас стоит прямо передо мной, и она разговаривает по телефону. У меня есть подозрение, что она разговаривает с Элиной. Тебя оттуда набрали, правильно? Выйдет новая продажа, фиг знает, они продадут мне его или нет вообще. В-третьих, с этой сделки ничего не зарабатываю, 9 месяцев. Хорошо, условно говоря, я там гаденыш, который бы тебя не облагодарил после сделки, но у нас с тобой не было никаких условий, ни официальных, ни... разговорных. То есть, мы с тобой не разговаривали ни о каких условиях, и ты меня перед фактом не ставила. Неужели ты просто думаешь, что после всех вот этих вещей сейчас, которые происходили на протяжении месяца, типа, я продолжу верить, и ты мне сейчас будешь говорить за свои хорошие какие-то поступки, которые ты сделала по отношению ко мне? Я не при себе думаю, ну, блин, ну, типа, что так, 9 месяцев просто время прошло, попортило отношения, попортило все дела. Да, просто, хорошо, но какое ты право имеешь держать машину в заперти, не говорить мне, где она, и не показать мне? Ну, просто какое право? Вот просто в человеческих понятиях. Просто у каждого, наверное, есть на что рассчитывать, или на что, там, я не знаю, как это на русском сказать. Я не знаю, как это тоже на русском сказать. Какая-то точка, которая просто даст тебе шанс получать то, что, в принципе, ты заслужила после по твоей работе. Почему ты со мной не завела разговор о том, что, а благодаришь ты меня или нет? Если тебя так кусал этот момент, что ты теряешь там свою выгоду. Так, в течение нескольких месяцев. А, конечно, можно я тебе кое-что объясню сейчас? Вот как раз таки, я и до сегодняшнего момента приехал с мотивом оплатить виллу. Но когда я приезжаю, мне говорят, что ваша вилла уже давно аннулирована, а ты мне вчера еще говорила, вчера я еще... Ну, как ты? Сейчас же переписка есть. Подожди, пожалуйста, да подожди, пожалуйста, у меня переписки за застройщиком нету, возможно, у Арпина есть. Твои слова вчера, я еще в Москве стою и говорю... И что мне сказать ребятам по застройщикам? Они утром мне позвонят. Завтра утром? Да. Что я в любой момент готов произвести оплату. А вилла-то аннулирована, кому оплачивать? В итоге просто... Просто разойдемся, да, отдашь машину? Да. И все. И дай бог тебе здоровья. Все. Конец. The end. Договорились завтра, у тебя будет твоя машина, ты получишь его, все рады, все, что надо, кому надо, получили, и все. Я просто объясню, почему я тебе такие вопросы задаю, как бы не то, чтобы я там, тебя там, ну, как-то поддеть, зацепить за слово хочу, или еще что-то. Я просто хочу реально понять, то есть у меня как бы опыт, перевозка машин есть с этой стороны, я знаю, как это устроить, и я знаю, как идти в полицию, там, ну, все остальное. Ну, просто то, что ты говоришь, это, ну, не складывается вообще. Ты имеешь в виду, без... Ну, да, ну, типа, если... Без человека, чья это машина, взять и перегнать тачку через порт официально, типа, да? да, ну, это то же самое, что тебе сейчас... Контроманду, ты мою машину сейчас отправь куда-нибудь, эти ключи, документы, да, что ты сделаешь без доверенности? Ну, кстати, да, я даже об этом не подумал. Ну, допустим, все правда, и она в контейнере пошла, то тогда должно быть всегда себе собственника, а она говорит, никакой доверенности, ничего не писала. у меня лица. Ну, То бишь, она просто, по сторонам человеку дала машину, а он ее отвез в порт, и сейчас, и уже собрался эксплуатировать, либо она уже даже уходила, и потом возвращалась. Ну, как ты говорил, что там где-то долго, какое-то время. То есть, ну, тут что-то вот прямо. Я еще знаю, что у него есть своя... Слушай, Своя часть на парту, то есть... доля или не доля, не знаю, что бы у него есть своя. Свои перевозчики, возможно, выгодно. В день какие-то там проблемы, мы не можем получить ее, не можем разрешение в порт получить, не можем открыть контейнер, то есть, ну, какие-то маски. И все дело дошло до того, что, когда я сейчас у меня спросил, где документы, ты мне обещала сегодня фото, видео скинуть, она сказала, что... То есть, я немножко задрисла, и она говорит, что они в офисе. Документы могут быть в офисе, если машина по парту в порту. Где она еще находится? На парту. Что за парту? На парту, где отправили команды, и потом на парту. Ну, то есть, опять, что-то не клядь, правильно? То есть, типа, ты машину отдала человеку с документами. То есть, получается, получается, тут уже два фактора, то есть, что, блядь, машина уехала без подтверждения владельца. Она говорит, по доверенности ничего не писала. У меня не писала. Ну, вот. Еще и без доков она уебала туда. То есть, это, ну, типа, нереальная ситуация. Я вот, как вначале сказал, вот, про нее реально можно сериал, честно говоря, снять. Вот, как она сидит, понял, и уверенно говорит, сочиняя на ходу, реально, даже когда Серега уже прям, ну, вот прям, знаешь, вроде уже утопил, понял? Вот утопил просто. Ну, я не знаю, видимо, у него связи, у него так-то там своя часть какая-то в порту есть. Я еще знаю, что у него есть свои, слушай, Миша, своя часть на порту. Блядь, ну, это я не знаю, как это может, я не знаю, ну, у нее уникальная реальная способность, брат, вселять людям доверие, понял? И откидывать от себя вину, понял? Она вот так это, понял, вот так все сбрасывает, вот так, и доверие притягивает при этом. Ахуеть, я просто не понимаю, как это возможно. Приколяс, бля, ебать, жестко, наху. Да я, я, я почему, типа, спрасил. Просто спас, знаешь, как с пацаном, брат, было бы чуть по-другому, просто. Ты че нахуй? Я не понимаю, как ты держишься, ну от слова совсем, ну просто вот не понимаю. Как, блядь, ты спокойно держишь эмоцию на том, блядь, как у тебя нахуй, просто ебать. Она еще несет хуйню непонятную, что происходит, ебать, как ты, ну. А я понимаю, да, но я при этом просто не хочу устраивать конфликт и говорить, типа, Элин, ты че какую-то хуепуталу мне прогоняешь? Я не хочу это говорить, я хочу просто посмотреть, вот просто, я знаю, я смотрю на нее, знаешь, мне просто интересно, что она как бы пытается сочинить, мне реально просто интересно в этот момент. Понял, вот такую хуйню испытываю, я не думаю о том, что у меня тачка на кону или что-то, вот у меня какая-то другая хуйня. Ну, брат, ну смотри, ты просто, мы спрашиваем, покажи переписку хотя бы с Тепом. А мы можем этому человеку набрать или это невозможно? Почему? Ну, контакт. Он хочет передать. А? Не хочу передать контакт. Ну, не передавай просто все. Ну, это вообще пиздец. Не могу, может быть, когда-то мы с ним сядем вместе. Когда я его найду, ему заплату. И ты послушаешь. Бл***, что за ужас? Ну, я реально не понимаю, что происходит. Хабибик, come to Dubai. Бл***, и самое главное, она знала, что мы здесь. Она не знала? Как не знала? В итоге, что с виллой? Ты же сам сегодня не пробовал. Откуда ты это знаешь? Тебя оттуда набрали, правильно? А, подожди. И чё? Она, да, она знала, что мы здесь. Да, да, да. Ну, учитывая, она виллу набрала. Или кто-то есть виллу набрал. Я думаю, она там просто хорошо общается. Легенда метр 17. Итак, ребят, что у нас на сегодняшнюю секунду из новостей? А их несколько, хуй, они как всегда плачевные, б***ь. Короче, мы как вчера договорились с Элиной, что днем, да, поедем, съездим до виллы, до застройщика, и там подтвердят, что она вносила платеж. По итогу от нее прилетает вот это сообщение, где она пишет мне то, что я тебе сама отдам деньги, когда они мне отдадут. Так как я платеж давал, а они мне его отдадут. Я говорю, хорошо, услышал, ну так давай просто поедем, пускай просто подтвердят, пускай не отдают сейчас деньги, да, если не могут, просто подтвердят то, что ты их, ну, как бы туда выплачивала. Мы же хотим докопаться до правды. Как бы, ну, хотя бы в ее интересах, чтобы, ну, раз уж мы начали это все освещать, чтобы, блядь, не было такого, что она и с машиной проебалась, еще и с бабками вот так вот поступила. Это первый момент, она как бы, ну, никуда мы не поехали. Сказала, блядь, скинет чек на почту, который можно в любой момент намонтировать и так далее, но она даже этого не удосужилась делать, и я мне на почту, короче, не скинула. Ну и момент с тачкой, мы могли ее забрать сейчас, 2 часа назад, 3-4 часа назад, 5 часов назад, ну, как вы думаете, поехали мы туда? Нет, у Элины, да хуйня, сегодня делал. Серега мне написал то, что Элина сегодня очень занята, ее величество, и сегодня она сможет только в 6-7 часов. По ее словам, что порт работает до 7 часов. Вчера мы разговаривали, вчера был разговор, и она сама сказала то, что до 7 часов работает порт, поэтому вчера мы не успели бы никак забрать машину. Короче, заберем мы сегодня тачку или нет? Ну, я планировал уже сегодня дать на МКИ, как следует, нахуй. И реально, в настоящее, типа, понял, который порт стоит в Дубае, реально отвезти ее туда, и уже там, я не знаю, блядь, короче, начать транспорт в сторону России. Но пока этого не получилось сделать, и сегодня мы ждем 6-7 часов вечера, опять же, из-за того, что Элина поставила этот дедлайн. В натуре, слышь, как будто мы в натуре кинчик сейчас смотрим, понял, мы сейчас сели, попкорна нахуй хватает. Ну, мне понял, нельзя попкорн с глютеном, блядина и ебучая, мне нельзя, я хули микробиом сдал, у меня там по пизде организм есть, давно пошел. Кстати, поехали, бургеры прибанем, пока. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, пять, восемь, раз, два, три, четыре, пять, чтобы понимание небольшое было. Мы сейчас дожили до 18.01. Сообщение от нее было какое, брат? Ну, типа, 6-7. Ну, 7 это Unreal, если в 7 где-то встречаться, нахуй, то это уже закрыто, по ее словам. Она сказала, что уже в 10.30 закрывается порт. Нет, в 10.30 регистрация какая-то закрывается. Я вообще ничего не помню, что он сказал. Просто будете какая-то. Сначала давай Серегина берем. Алло, алло, алло. Алло, алло. Да, Миша. Серега, не отвлекаю? Да, врием. Да, да, да. Нормально говорим. Брат, что она, что-то говорила? Она же писала 6-7 часов. Да, вот смотри, она мне сейчас только-только, вот-то я еще не прочитал. Знаешь, что пишет? Что? Я еще в 5 часов написал, Горячок, она пишет. Так, привет, ну, как говорила, 6-7 в 3-м, все я пишу, где встречаемся, как выйду в путь, скину локейшн, я пишу, ок. Сейчас, спустя час, она пишет, скоро выезжаю, скажу локарку, хорошо, ржу. Это вот было 5 минут назад, но она мне так локацию не скинула. Блядь, ну, мы, короче, давай, мы сейчас в тачку-то дойдем, мы сейчас в торговом центре. Давай, хули, что делать? Я просто это, ну, как бы, смотри, если в порту, то я думаю, мы ее сегодня не заберем. Вариант другой, что ее в порту и не было, может быть, она сейчас в том, что в порту, да ее не было никому в порту. Да, конечно, не было. Начесывает, нахуй. 18-19. Элина, Сереги, не скинул локацию. Звоним? Да. Хули делать. Да, Миш. Да, Элина, че там, как, куда? Да, да, ничего, я двигаюсь уже в сторону, из Шаржи, и уже встретимся там. Я, Сергей, тоже написал. А где, я же даже не знаю, где? На Джабелали. Скинь, пожалуйста, локацию WhatsApp. Угу, хорошо. Давай. Почему же это все приведет? Вот, ты считаешь, мы сейчас приедем и достанем тачку из контейнера? Нет. Что будет? Ну, типа, мы приедем, и, возможно, она просто, полный, типа, порт, вот так вот, забор, вот так вот, типа, справа, понял? Вот тут вот справа, за забором. Все, вот, я вам выкатила уже, да? да. И потом мы просто подходим к охраннику, она вывозила эту машину, нет. И она ему, да он пиздит. Бля, давай, если она, если тачка реально около забора будет стоять, мы подойдем к охраннику и спросим, она вывозила эту машину сейчас из порта? и так, мы подъезжаем в порт, блядь, долгожданные минуты до того, как мы заберем тачку. Ура! Брат, представь, что все, она сказала правду, блядь, мы едем за тачкой, сука. Я уверен в этом. Бля, интересно, пиздец. В натуре я, как Шерлок Холмс себя чувствую. Братик, ну все, мы в порту. Все, петля работает? Да. Проходит время и... Проходит какое-то время и... Нет, сейчас. вернуться в Дубай? Нет. Проходит время... Сука. Проходит время... Вот, вот за леди. Элина? Завтра ты покажешь ее, скажи, пожалуйста. Да, хорошо. Мы завтра сможем забрать? Да. Ну, сто процентов, да? Мы договорились, завтра у тебя будет твоя машина, ты получишь его, все рады, все все, что надо, кому надо, получили, все. Вот, вот за леди. Элина? Мы делаем видео с Элиной? Окей, нет проблем, мы можем встретиться, нет проблем, мы можем встретиться. Окей, где эта полистачка? Вы можете сообщить на номер телефона, локация? Окей? Окей, окей. Она отправила мне локацию, да? Нет, нет, пожалуйста. Окей, окей, спасибо большое. Да, пожалуйста, да. Что, готовы охуевать вообще просто? Элина на нас в полицию заявила. Ребят, я понимаю, что скорее всего вы не хотите, чтобы этот ролик заканчивался, и я вам больше скажу. Есть вероятность, что мой канал заблокируют после этого видео, так как мы пошли на огромнейшие риски, выложив этот ролик. И вы узнаете в следующем видео, почему все так критично. Но мне нужно понимание, что вам реально заходит это расследование, поэтому 700 тысяч пальцев вверх, и я выкладываю продолжение. Всех обнял.